Следователи назвали причину крушения самолета Як-130 в Барановичах. Это отказ датчиков, вычислителей и приводов комплексной системы управления, а также стабилизатора воздушного судна. В уголовном деле поставлена точка. Допрошено более ста человек. Изучена документация, проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, а также видеозаписи. Предварительное расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления. С 1 ноября в Беларуси вводятся новые правила по продаже обуви. Изменения касаются маркировки. Министерство по налогам и сборам рекомендовало тем, чей бизнес связан с такими товарами, разобраться с остатками, которые могут сохраниться немаркированными на начало последнего осеннего месяца 2021. Также не позднее 1 марта следующего года необходимо передать такую же информацию. Власти Израиля одобрили инициативу Министерства туризма о допуске в страну туристов, вакцинированных российским препаратом «Спутник Ви». Правило может вступить в силу с 15 ноября. Осталось, чтобы решение утвердил Кабмин. Поезд «Минск-Адлер» будет курсировать чаще, через день. График утвердили практически на целый месяц, с 3 по 29 ноября. Напомним, пользоваться услугами состава могут только граждане союзного государства – белорусы и россияне. Пассажирам настоятельно рекомендуют использовать во время поездки средства индивидуальной защиты. Уважаемые читатели газеты «Бобруйское житье» и свежий номер всеми любимого издания сегодня вы не получите. Но не спешите расстраиваться. Уже завтра у вас будет возможность познакомиться с самыми горячими городскими новостями. Редакция приносит свои извинения.